Здравствуйте! Сегодняшний наш обзор посвящен ответу на вопрос, при какой же освещенности подносят плоды помидоры? А действительно, при какой? Ранее, несколько лет назад, мы изготовили фитолампы, теперь время дошло до них, и они были пущены в дело. Пять фитоламп, которые мы изготовили, были установлены на креплениях, которые образовали нашу экспериментальную плантацию, на которой мы проводим различные эксперименты по скорости проращивания и стимуляции роста. Итак, 10,7 килолюкс, все измерения в килолюксах на уровне верхнего листа растения, это в 10 сантиметрах от рассеивателя лампы. Сами лампы, которые мы сделали из светодиодов КРИ, белого свечения, теплого 2700 кельвинов, 90 цирай, и синего и красного светосвечения. Вот его драйвер, мощность одной лампы 21 ватт, кластеры лампы одной лампы, всего 5 ламп, то есть 105 ватт потребляемой мощности. Напоминая, как выглядели наши кластеры, обзор вы найдете на нашем канале по изготовлению этой лампы. Но на чем-то нужно было лампы закрепить. И так появилась верхняя часть лампы, переставляемая, собственно говоря, такая крышка. Все сделано из листовой миллиметровой нержавейки, запрессованные нержавеющие гайки, нержавеющий крепеж. Здесь вы видите крышку уже нового светильника, но об этом мы в следующем обзоре поговорим. Второе условие было и требование обязательно разборка и упаковка этой плантации в виде пенала, плоского пенала, не занимающего много места. Здесь вы видите директора, который больше всех интересуется процессами на экспериментальной плантации, и его живой интерес, они поддельные, потребовал установки кодозащиты, которую мы тоже выполнили из европейского голландского димаута. Такие шторки. Вот директор принял работу и начал активно интересоваться жизнью внутри плантации. Вы видите элементы утяжелителей и направляющие крепежные элементы сами ПВХ димауты. Вот так это выглядит. Бонусом мы получили красивый интерьерный светильник. И все домашние успокоились, потому что плантация стала опрятной. Был куплен правильный посевной материал. Вы видите томаты бонсай. Это супер детерминатные томаты, низкорослые, 40 сантиметров куст, не более того. Дальше началась классическая агротехнология. Помидор, пикировка, рассада, пикировка, подкармливание. Здесь вы видите наши экспериментальные томаты вместе с другими экспериментальными культурами, которые мы облучали лазером на скорость проращивания, но об этом будут еще обзоры. Ну и так далее. Но почему бы нет? Ведь выращивают в промышленных масштабах томаты, и это не является какой-то проблемой. Почему мы не можем это сделать дома? Интересно же. Вот так все росло, начало цвести. Почему томаты? Ну потому что их можно есть, и потому что это достаточно капризная культура. Опыта агротехнического у меня не было. Ну, давайте его получим. Перейдем к замерам. На картинках вы видите сами, на каком уровне проводились замеры. Все измерения в килолюксах. То есть мы умножаем число на дисплее на 1000, чтобы получить значение в люкс. 5 фито-ламп на площади 0,26 метров квадратных. Замеры провязаны в разное время, когда наши растения имели разную высоту. Лампа переставляется шагом 10 сантиметров. Сейчас проектируется, изготавливается лампа, которая позволит дать порядка 80 тысяч люкс 10 сантиметров от листа. Ну вот, 10 сантиметров на верхнем листе, 10 сантиметров от лампы дает нам 10 килолюкс и почти 20 килолюкс на рассеивателе. Рассеиватель применен для того, чтобы обеспечить более равномерное освещение внутри экспериментальной грядки или плантации. Ну, смотрим величины освещенности на разных уровнях, в разных местах плантации. Гапитус томатов, растущих параллельно в парнике, отличается. Это набило на мысль сделать замеры освещенности на улице слева, 86,9. Это 87 тысяч люкс. И в парнике 53,300. То есть 53 тысячи люкс парник поликарбонатный, затемен яблоней и давно не былся. Сейчас плоды на томатах нашей экспериментальной грядки выглядят вот так. Мы наблюдаем за тем, вызрют они, не вызрют. Смогут ли они созреть при 10 тысячах люкс на листе на верхнем. Ну, интересно. Вот вы видите наш, так сказать, фонарь, фитофонарь и верхнюю часть конструктива плантации, которая потом может стать гроубоксом. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами. В дальнейшем вы увидите много интересных и необычных роликов на разные технические и научные темы. Спасибо вам за внимание. До свидания. До скорых встреч на нашем канале. До свидания.